Оксана и еще 15 человек из Самары вложили деньги в якобы инвестиционную компанию под 200 с лишним процентов дохода. Но обещанные прибыли так и не получили. Оказалось, что их средства ушли на создание финансовой пирамиды. И таких обманутых вкладчиков тысячи по всей стране. Много компаний, которые работают по сетевому маркетингу. Поэтому на момент, когда нас приглашали в эту компанию, в общем-то вопросов и осторожности никакой не было. Потому что система, она работающая. Бизнес личный. Организация работает через интернет. С доверчивыми вкладчиками связываются менеджеры и, используя психологические техники, уговаривают стать частью команды. В конце прошлого года на данную компанию завели уголовное дело. Однако неудавшиеся бизнесвумы хотят побыстрее вернуть вложенные средства. И за решением проблемы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Если вы говорите о таком количестве потерпевших, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваши слова. У меня нет достоверной уверенности в том, что именно о миллионе пострадавших идет и потерпевших речь. Прошло время, за период которого почему-то никаких действий правоохрана не предприняла. Вот это вопрос. Пострадавшим понадобится запастись терпением, а также услугами хорошего юриста. Со своей стороны парламентарий будет пробовать перевести дело на федеральный уровень, так как пострадавшие есть в разных регионах страны. История как нельзя показательна для всех граждан. Это повод задуматься, что сказки – не место там, где речь идет о финансах и крупных вложениях. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова